Недельная глава Описание того факта, что они бесплодны, то есть у них нет детей. На фоне этого звучит пророчество, которое говорит о том, что дети у них родятся. После этого мы видим с вами историю рождения Исава и Якова. Дальше мы видим с вами разницу между этими братьями, собственно историю продажи первородством. После чего мы с вами видим, что Исхак в период голода намеревается отправиться в Египет, но после того, как Бог говорит ему, он этого не делает. После чего мы видим повествование о том, какие проблемы у Исхака возникли с местными жителями Пелештин. И в конце, собственно, история благословения Якова и его бегства из дома своего рождения. Итак, мы с вами читаем в 25 главе 21 стихом написаны такие слова. «Исхак молился Господу о своей жене, ибо она была бесплодна. Господь внял ему и его жена Ривка забеременела». Интересно. На страницах Священного Писания портрет Исхака выглядит как портрет человека, который имеет очень крепкую веру. Предыдущие события, которые были в истории Сакедат Исхака, это как нельзя лучше подчеркивают. Я сейчас не буду говорить об этом подробно, просто дам ссылочку в описании на этот урок, вы можете об этом посмотреть. То есть Исхак человек, которого на еврейском языке мы могли бы назвать Ишцадик, то есть муж праведности. Смотрите, он даже не идет в Египет во время голода, он сначала обращается к Господу, и после того, как Господь говорит ему не делать этого, он не идет. Это очень важно. Исхак был единственным из патриархов, который никогда не подкидал землю обетованную, что априори плохо для еврейского народа. С другой стороны, мы с вами видим, что Исхак склонен совершать ошибки, причем такие же, как делал его отец. Например, мы видим с вами, что в истории с Авимелихом он поступает с ривкой, подобно как некогда Аврам поступил в Египте с Сарой. При этом мы видим, что у Исхака есть та же самая проблема, которая была некогда у Аврама с Сарой, а именно он бесплоден, то есть у них нет детей, дети не рождаются. И, как мы с вами прочитали, Исхак молился Господу. Причем, если мы с вами читаем этот текст на еврейском языке, то мы увидим, что здесь стоит слово «вайтар». Это переводится как «молился», это правильный перевод, однако я бы сказал, что неравнозначный. Почему? Потому что «вайтар» это такая, я бы сказал, усиленная молитва, моление, вопль к Господу. То есть он возопил Господу о жене своей, о ривке. И написано, что Господь внял ему и ривка забеременела. При этом мы с вами видим, что Господь обращается к ривке вот с какими словами в 23 стихе. «Господь сказал ей, два племени в утробе твоей, два народа отделятся друг от друга, выйдя из твоего лона. Один народ будет сильнее другого, и старший будет служить младшему». Интересно. В самом факте, что Господь обращается к ривке, а не к Исхаку, в ответ на молитву, у которого он дает рождение детей, уже имеет смысл. И я думаю, что этот смысл еще всплывет у нас в наших рассуждениях. Нельзя пройти вниманием и тот факт, какой комментарий на этот текст дает Шауль, когда он говорит, что Якова Бог возлюбил, а Исава возненавидел, прежде чем они родились. Почему же так произошло? На мой взгляд, ответ на этот вопрос мы видим дальше. Когда читаем 25 глава, 27 стих, «Юноши подросли, Исав стал опытным ловцом, человеком полей, а Яков – смиренным человеком, обитателем шатров». Исав был человеком этого мира, Исав был человеком, хорошим охотником, любимцем своего отца, который, видимо, его и наставлял. Яков же, в противоположность, ему был смиренным человеком, обитателем шатров. Есть несколько толкований вот этого словосочетания обитателей шатров, я не хочу в них сегодня углубляться. Но так или иначе мы должны знать, что шатры – это прежде всего места, где своими занятиями какими-то занимаются женщины. То есть, возможно, это означает в том числе и тот факт, что Яков был ближе к матери, и она наставляла его в тех обитованиях, которые они имели. Лучше всего разницу между двумя этими сыновьями рисует нам картина с продажей первородства. Давайте вспомним, я не буду читать все, но вспомним, что Исав вернулся с охоты. Возможно, неудачной охотой. Почему? Потому что, ну, иначе он мог бы просто приготовить ту дичь, которую он поймал или подстрелил, да, а он голоден. И они оба живут в семье небедной, то есть, наверняка в доме были какие-то вещи, которые можно было взять, дабы перекусить там кусок хлеба, молоко. Наверняка этого было в достатке. Но при этом Исав, увидев свое любимое кушание, начинает требовать его от Якова, дабы насытить и восполнить свое желание на этот момент. Яков же предлагает ему в ответ продать первородство. Что такое первородство? Первородство – это прежде всего те обетования, которые Бог дал Аврааму, те обещания, которые Бог обещал исполнить в детях, в потомках Авраама. И на минуточку центром этого обещания является не что иное, как рождение Машеха, царя, который, придя на эту землю, установит здесь Царствие Божие. Яков, воспитанный матерью, твердо верил в это, в отличие от Исава, про которого написано, что он пренебрег первородством. Причем в еврейском языке здесь стоит слово «ваебес», это слово правильно перевести как «пренебрег», но у него есть и другие значения. Уничижил, призрел. Могу привести пример такой, что когда мы с вами читаем про Амана, который собирался уничтожить Мардыхея, написано, что показалось в глазах Амана ничтожным, вот здесь используется то же самое слово «ваебес», показалось ничтожным казнить только Мардыхея, и он решил уничтожить в тот момент весь еврейский народ. Почему? Мы с вами понимаем, что главное в обетованиях Божьих, оно устремлено в будущее, вперед, стать благословением для всех народов, построить Царствие Божие на земле. И Яков верил в это и стремился к этому тогда, как Исаав жил нуждами этого мира и стремился жить так, как ему хочется сейчас. Вот ему захотелось взять в жены женщин из других народов, он взял. И, возможно, причина такой разницы между этими двумя братьями заключается в том, что таким образом их воспитали их родители. И косвенно это подтверждается тем фактом, что со своим обетованием о рождении сыновей и их будущем Бог обращается именно к Ривке, а не к Ицхаку. Иса всю свою жизнь ведет так, как будто он сопротивляется воле Божией, как будто она ему не нужна, как будто он противится всему, чему учит Господь. И Яков ведет себя так, дабы исполнить то, что Бог хочет, чтобы было исполнено. Стремиться к тому, чтобы достигнуть Божьих целей. Интересно, что сегодня наши рабоним говорят о том, что вся западная цивилизация является, по сути, наследниками Исаава, его потомками. Мы, читатели Нового Завета, знаем, что среди потомков Исаава, коих называли идумеями, был царь Ирод, который пытался уничтожить Ишо, когда тот был младенцем. Об этом мы с вами читаем на страницах Нового Завета. Другими словами, Исаав стал выражением вот этого всего противления Богу, противления его планам. Я не хочу сейчас вот доказывать или оспаривать вот эту точку зрения, но смотрите, когда сегодняшние западные страны поступают таким образом, противясь восстановлению Израиля, противясь возвращению еврейского народа в землю обитованную, противясь тому, что здесь происходит, поддерживая врагов еврейского народа. Они, по сути, поступают точно так же, как Исаава. Почему? Потому что они решают сегодняшние проблемы для них сегодняшних, не думая о планах Божьих, не думая о Царстве Божьем. У меня есть урок, которым я рассуждаю по поводу антисемитизма в христианстве, называется Белам. Я дам ссылочку на него, не буду сейчас об этом говорить подробно, но главная мысль, которую я пытаюсь там выразить, что такое антисемитизм и чем он отличается от юдафобии, например. Антисемитизм – это сопротивление планам Божьих по отношению к еврейскому народу. Но мы должны всегда помнить, что это планы самого Бога. То есть, сопротивляясь всему этому, мы сопротивляемся самому Богу. Вот над этим я и предлагаю вам сегодня задуматься в той части недельной главы. Об остальном мы будем говорить уже в другой раз. Да благословит вас всех Господь, во всем еще, Машейх. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok